Бахтугуль Алишева главный спортивный врач олимпийской сборной страны. Она на протяжении 30 лет работает в этой сфере. Составляет план тренировок вместе с тренерами, обучает самих спортсменов элементарным способом контроля за состоянием своего здоровья. Это наблюдение за весом, частотой пульса, емкостью легких и силой мышц. А перед каждым турниром врач проводит полный медицинский осмотр. Перед любым значимым международным турниром у нас идет обследование спортсменов и в условиях поликлиники, спортивно-реабилитационного центра, в условиях центра спортивной медицины, с кем заключен договор, и в условиях учебно-тренировочного сбора. На учебно-тренировочном сборе здесь у нас проходят в основном углубленные медицинские осмотры. Дополнительные текущие осмотры медицинские проводятся на учебно-тренировочных сборах. Выезжает медицинская бригада на учебно-тренировочные сборы. Сейчас врач проводит медицинское обследование борца вольного силя Улухпека Джолушпекова. Бахтыгуль Алишева укрепляет его здоровье к предстоящему чемпионату мира по вольной борьбе, который пройдет в Норвегии. В первую очередь необходимо провести процедуру ЭКГ и оценить общее состояние здоровья. Мы постоянно приходим на медосмотр к Бахтыгуль Насыровне. Она прописывает нам необходимые препараты, витамины, разрабатывает нам индивидуальную программу реабилитации, потому что наши результаты сборов, турниров зависят только от состояния здоровья. Я имею хорошие спортивные достижения, готовлюсь к 33-летним Олимпийским играм в Париже, которые пройдут в 2024 году. Бахтыгуль Алишева не меньше тренеров переживала за спортсменов во время Олимпийских игр. Она была в составе Олимпийской сборной и находилась вместе с нашими олимпийцами. Врач оказывала необходимую медицинскую и психологическую помощь спортсменам. После каждого выступления она осматривала спортсменов и тщательно следила за их здоровьем. Часть спортсменов начинала в Бишкике уже жить по японскому времени, потому что когда едешь на восток, всегда тяжело вставать, и они привыкали к этому времени, еще живя в Бишкике. Таких серьезных тяжелых травм, конечно, не было там, но какие-то обращения, заболевания легкой степени были. Всем была оказана медицинская помощь, но тяжелых травм не было. За значимый вклад в развитие кыргызского спорта после азиатских игр 2018 года Бахтугуля-Лишеве присвоили звание заслуженного врача Кыргызской республики. А после Олимпийских игр в Токио руководство страны вручило медаль дан. Внимание со стороны государства спортивным врачам станет большой мотивацией, отмечает Бахтугуля-Лишеве. Возможны. Там очень проводилась большая работа, но я не думаю, что это по единичному мероприятию награждение было, потому что в спорте я работаю 35 лет и, наверное, заслуги спортивного врача стали оценивать. И это очень хорошо, это большая мотивация для других докторов, потому что вопросы кадров спортивной медицины очень актуальны, врачей очень мало. Это одна из мотиваций. После Олимпийских игр в связи с успешным выступлением наших спортсменов, да, меня наградили медалью Данг. Это большая награда государственная. Спасибо. Спортивные достижения без спортивной медицины невозможны. Именно врачи стоят за спиной спортсмена и создают историю побед и поражений. За высокие достижения и значительный вклад в обеспечение участия сборной Кыргызстана в Олимпийских играх, вручину госнаграды и денежные премии. Была объявлена благодарность от имени президента всем членам национальной сборной команды страны, тренерам, врачам и федерациям по видам спорта.